и куда мы сегодня с вами отправимся и мы сегодня с вами отправляемся по одной из главных рек коста-рики по рафтингу и 5 в мире по этому же виду спорта нас ожидает 30 километров сплава по горной реке с классными видами на вулкан тури альба а также водопад и классный речной обед но минуточку друзья сначала мы вам расскажем обо всем что произошло между выездом с полуострова оса и нашим прибытием на рафте старбакс уже не пили тысячи лет мы сейчас находимся в столице коста-рики сан-хосе по особенной причине потому что мы являемся особо приглашенными гостами сегодня на инаугурацию президента коста-рики вы могли задаться вопросом как мы здесь оказались так вот первая леди коста рикки является латышкой а как вы знаете юра родом из латвии я вообще не думал что мы когда-нибудь такое мероприятие попадем вообще велосемные гости вообще вот эти полицейские сзади они охраняют нас чтобы на нас не напали потому что идут сейчас митинги люди митингуют против нового президента вся эти организации очень маленькие по 5-6 человек всего во время нашего пребывания в сан-хосе мы сделали профессиональное видео для хозяина дома где мы остановились вот небольшой кусочек из этого видео а ссылочка на тик ток в описании долго не задерживаясь мы отправились на карибскую сторону коста-рики на полу острове оса откуда мы недавно приехали если не видели обязательно посмотрите растут масленичные пальмы а здесь растут бананы посмотрите нахожусь около одного из таких банановых деревьев здесь уже бананы выросшиеся зеленые не до конца дозревшие закрыты таким пластиковым пакетиком в дырочку почему в дырочку чтобы воздух проходил почему закрытый чтобы не кушали зверки сейчас находимся на одной из таких плантаций и вот мы наконец добрались до рафтинга весла в руки и помчали ах ты ко всем нам нам туристам желтенькая что то что в нас воде можно было бы отличить плавающий поплавок да красавец ну что мы отправляемся садимся в лодку и поехать на малыш мы запрыгивает говорят ножку надо туда засунуть и садись на край баллона все все готовы поехали ты готова переживаешь немного чуть-чуть я тоже я тоже чуть-чуть переживаю а а а а а а а а а и а Это было весело, да! У-у-у! Вот! Это кара-а-а! Вот там камень! Сейчас будет разворожься, сейчас будет разворожься, Стоять, ребята! Стоять, ребята! Стоять, ребята! Ого! Как красиво! Ой, подсказел, мой мужик! Ой, как красиво! Это самое движение! Стоять! Много! У-у-у-у-у! Существуют такие воронки были! Последние несколько переходов были до четвертого класса. Наверное, сумка почти четыре их была. И нас каждый раз предупреждали все. Обязательно слушайте те инструкции, которые мы вам давали. Если говорим, гребите назад или вперед, обязательно слушайтесь. Потому что там, на самом деле, наверное, полтора-два метра был такой спад. И камни большие, волны огромные. То есть, тут, короче, вылететь из лодки, вот эти кармашки для ног очень помогают, потому что держит в себя равновесие. Очень круто было! Вообще просто нереально! Ух! Ууууууууууууу. А че, 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 оп, оп, оп. Криги! Это было круто! Вон он, вон он поедет! Это будет опять какой! Держаться! Главное держаться в лотке! Они такие же сумасшедшие как и мы! Было страстно немного, когда именно этот момент видишь, что тебе надо падать с этой лодки Обычно я сзади, сижу и рулю, а теперь я просто отбежу Ребята, надают лодку, почему? Котя, что там? Водопад, смотрите! Как красиво! А мы дальше отправляемся по этой бурной реке КОНЕЦ 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 В последнем переходе врезали с камень Было с Юриной стороны, высокий, естественно, без повреждений Все, лодка резиновая выдержала И этот камень был как раз на большом переходе Поэтому все четко отработали Хорошо, что у нас гиды, которые знают, что делают Мы будем вон там через маленькую вот эту щелку между камнями проскакивать Сейчас Весь тур прошел примерно за 2 часа Мы начали в 8, закончили в 10 Потому что сегодня высокая вода быстро тебя несет по этой реке Но, к сожалению, получилась вот такая вот Да, мы когда покупали вот этот, это должен был водонепроницаемый быть мешочек А на самом деле получилось все наоборот, у нас все нафиг мокрое Да, затопили все одну батарею GoPro Пару моментов только не сняли, а так большинство мы все поснимали Что интересно, задействованы было целых 6 человек, чтобы сделать нам этот тур А мы только 2 человека и стоили тур всего лишь 70 долларов Ну понятно, что у них сейчас не сезон и они, может быть, супер не заработают Но было приятно, что у нас какой-то приватный тур был Да Нас подвезли к ресторанчику, вот ресторанчик даже название, честно, не видно Но, наверное, будет вкусно Ну да, там какая-то больше не ресторанчик, а запекаловка Но я надеюсь, что что-то вкусненькое нам подойдет Пошли где? Покушаем Малыш, что ты заказал? Я, как всегда, взял свой любимый сок из гуанабаны Я попробовал тамаринда, это их местная какая-то непонятная Да, дерево такой стручок и он такой сладко-питантный Сладкий, да, похоже на яблочный Мы заказали себе 2 сэндвича с ветчиной и сыром Вот так вот выглядит мой На еду, конечно, так 10 лет, но дешевенько-дешевенько все сделано Сыр сразу чувствуется дешевый, колбаса за доллар Да, честно, ожидали больше, вообще как-то непонятно, почему сюда привезли То есть мы должны были еще на водопад поехать и тоже нас не повезли, ну ладно Да Зато по реке спустились 2 часа и многие, конечно, компании вообще сегодня не выехали Да, короче, сам это кубик этого дня, это им был спуск по реке, а вот с этим они, конечно, запороли Мы, наверное, поняли, почему такие бутерброды и почему нет водопада Потому что этот тур стоил 70 долларов, а все остальные, которые мы смотрели, стоили 90 и 100 долларов Вот 20 долларов сэкономили, вот вам сэндвич за доллар и без водопада Блин, зато как мы покатались Тут как в Орел Орешке На бюджете, где они на 100 долларов выживают, они во всякие такие места приезжают и больше посещают Так и мы посещаем местную культуру Вот таких милых крабов мы увидели по дороге Тут их очень много раздавленных, просто большая дорога идет И тут оказывается целая армия в этой траве сидит и вот речка там находится Большинство из них синие, вот так вот они перебегают и потом чмяк Перебесики Вау, как вишня Одна такая большая, одна маленькая, одна отросла Одна отросла Одна отросла, а вторая еще до старых Ого, ого, ниндзя черепаха я Мы нашли папайку, вот так она растет Она не маленькая, но она маленькая, но уже желтая Мы решили ее забрать Вот две желтые И вот крабы бегают И... Держи, малыш И еще один Хотя мы только купили, блин, но вот эти уже самое то Ребята, это было восхитительно С потрясающими видами Коста-Рики Нависающих скал, водопадов и горной и бурной реки Конечно, было не без приключений Мы еще раз с вами поделились впечатляющими видами Коста-Рики С вами были Таня и Юра. Увидимся с вами в следующем эпизоре.